Ещё одна новость, связанная с резонансной кражей, появилась на этой неделе. Музгурсуд отменил приговор Виктории Павленко. Я напомню, что в конце ноября Гагаринский суд отправил на полтора года её в колонию за кражу собаки ПВДРя у девушки-инвалида. Какие полтора года? Что ты говоришь? Вот, ну, в общем, я решил пообщаться... Ещё и 15 тысяч рублей взыскали. Да, 15 тысяч рублей взыскали. В общем, сейчас она вышла. Мы с Иваном провели некое расследование, поговорили и с одной стороной, и с другой. Ну, я отправился вот к Юлии Дьяковой и узнал, как чувствует себя лабрадор, собственно, рад ли он своей хозяйке. Давайте посмотрим. Здесь совершенно спокойно, да. Как вы тут живёте, расскажите? Да ничего, потихоньку живём. Собачка. Тебе как живётся-то дома? Расскажи. Всё-таки отсидела она, получается, полгода. Ну, может быть, достаточно уже срок, и можно её простить. Почему я всегда стояла за мягкие приговоры? Потому что, ну, в деле, как бы, я знала, что есть ещё два человека, которых надо бы привлечь. Это Федосеева и это Светлана Скуратова, которая была передана Диана, вот Татьяна Федосеевой. А так как эти люди, ну, ну, каким-то причинам не были привлечены в дело, то, конечно, несправедливо, что один человек наказан, а остальные вот как-то не наказаны. Вы бы с ней встретились, если бы она захотела с вами, например, помириться? Вот. И она вообще пыталась помириться с вами? Ну, дело в том, что помириться со мной она никогда не пыталась. Даже в приговоре судья Зельдина отразила, что Виктория Александровича жила себя агрессивно по отношению ко мне во время суда. Ну, история, конечно, трогательная, но неоднозначная. Напомню, что Викторию обвинили в этой краже, определили под домашний арест на три месяца, потом отправили в следственный изолятор, но через некоторое время, соответственно, суд поменял своё решение и отпустила на волю главную фигуратку по этому делу. Поэтому, собственно, все сторонники Виктории считают дело абсурдным. И, конечно, подготовили тёплую встречу и следственный изолятор. А жалко, что только с погодой не повезло. Панечка, ты, по-моему, отправился, там весь вымок до нитки, насколько я понимаю. Давай посмотрим. Вот мы подходим к КПП сезон номер 6, где появится чуть-чуть, например, Анатолий Павленко, люди с цветами, чтобы этот день надолго заполнился. И сейчас, кстати, принесла ей тюльпан, надеюсь, её не изменились вкусы. Никто как бы не озаботился тем, что человек провёл столько времени в заключении, на что она будет жить, когда вернётся. И я сделаю перевод на карточку. Вызывается удивительная рядом. На улице льёт дождь. Они переходят. Со скольки вы здесь стоите? Стоим. После приговора сюда-сюда приехали. С утра, что ли? Ну, да. Добрые волонтёры дали нам вот этот вот пакетик, чтобы мы не замочили камеру. Привет, старик. Спасибо. Как много людей всё-таки стояло, пришло встречать Викторию. И, кстати, хочу сказать, что помимо Виктории, также и Юлия Дьякова, на самом деле, очень обрадовалась её выходу. И знаете почему? Потому что якобы она считает, что у Виктории есть подельники, её помощники, и теперь с её выходом будет возможность всех их. Ой, как замечательно вообще. Никого не смущает то, что вообще, в принципе, это дело было, ну, скажем так, развернуто не совсем правильно. Следователь взял, нечаянно поменял формулировку. Ну, кто-нибудь из вас помнит, как формулировка? Она совершила хищение, с челикой хищения. То есть такой формулировки быть не может. Это раз, и, собственно, поэтому её и выпустили последствия. То есть человек семь месяцев жизни потерял, ну и как бы, ну и ладно, ошиблись. Это довольно странно, хотя ошибки, по-моему, не было. А давай, кстати говоря, послушаем, у нас, по-моему, есть ещё. Да-да-да, я съездил к Виктории, пообщался, она чувствовала себя, конечно, не очень хорошо, но время нам уделило. Давайте посмотрим, о чём она рассказала. Ребят, у нас произошла ошибка, мы все ошиблись в чём-то, в выводах. И нет никакого рынка дорогих питомцев, похитителей дорогих собак. У меня отняли пока календарно семь месяцев жизни. У меня нет никаких кровожадных желаний. Мне интересно ваше мнение, когда вы это увидите. Есть ещё два человека, которых надо бы привлечь. Это Федосеева и это Светлана Скуратова. Сейчас интересно будет. Помириться со мной она никогда не пыталась. Я смотрела всё время на животное, которое игралось на заднем плане. Неубедительна была Елена. Она абсолютно неубедительна. Викторию мы отпустили, потому что ей не очень хорошо. И дальше продолжим беседу с адвокатом. Благодарна, я считаю, Юля могла бы быть. Если бы Вика не ошиблась, то многие так бы оставались бы вот в этом заблуждении, что это поберушка. Благодаря Вике все узнали, что она на самом деле певица. У неё появилось много поклонников, спонсоров. Её жизнь стала намного увлекательнее, интереснее, чем была. Я, кстати говоря, когда общался с Юлей, я тщетно пытался уговорить её вообще помириться. Потому что, на мой взгляд, ситуации выеденного яйца не стоит. Потому что очень условные обвинения. И не такое сильное преступление. Максим, очень коротко этого делать сейчас нельзя, потому что продолжается следствие. Известно, что одно. Сейчас запятая в деле. Продолжение следует.